Эти слова Вячеслав Грозный произнёс уже после матча Спартак-Ротов. И поводом для заявления послужила игра прошлого тура с ЦСКА, которая кроме разговоров вокруг судейства, запомнилась ещё и грандиозным разрушением хулиганами трибун Лужниковского стадиона. Вот за это безобразие Спартак заплатил 40 тысяч долларов. Их можно было потратить на покупку игроков, например. Господи, денег на стадион там надо и прочее. Конечно, непорядок. Надо предпринимать меры, как в Англии. Там каждого болельщика, который нарушил правила, знает в лицо. То есть необходима стационарная хорошая видеокамера, которая, к сожалению, сейчас в московской милиции не имеется. Те камеры, которыми мы пользуемся, вот эксперты криминалистического управления, наши ребята, вот небольшие переносные, они не дают того хорошего результата и вот той фиксации лиц, фиксации действий. Если сейчас вот после этого матча Спартак-ЦСКА, мы всем миром всё-таки рассмотрим эту проблему, сможем найти финансы и сможем приобрести эти видеокамеры, будет хорошее документирование. Это нам поможет. Как раз опыт зарубежных стран и говорит о том, что определим зачинщиков, хулиганов, нам будет в целом легче работать на стадионе. По свидетельству очевидцев, беспорядки на трибуне начались после запущенных фанатами ракет. Будем лезть в шаря. Это было очистительная ракета, кто их проносил просто. Если не вычислили, фанаты запускают их. Но зачем туда лезть, если они их не вычислили? Делаем всю возможность, чтобы провести этот досмотр. Но вот мы общались в футбольном клубе ССКА, к примеру, информацию нам дали такую, что в основной массе сейчас проносят все вот эти технические, там, пиротехнические средства. Это было девушки, причем девушки где-то внутри. Поэтому и здесь мы акцент сделали. Наши сотрудницы, женщины досматривают. Но, наверное, при таком скоплении просто людей очень тяжело определить вот небольшие, мелкие какие-то части вот этих пиротехнических всех средств. На дым ведь практически никто не реагирует. На элементарные какие-то, ну, небольшие взрывы ПТАр тоже никто не реагирует. И если факелы зажигаются, ведь реакция только идет не на то, что он зажегся, а на то, что он бросается и попадает в голову другому болельщику. Однако порой контрдействия сил правопорядка не вполне адекватны. Именно на это обратили внимание футболисты и тренер московского Спартака в открытом письме министру внутренних дел Борису Грызлову. Избиение всех подряд без разбора и следствия, безусловно, нарушение прав человека, говорится в письме. Действие сотрудник милиции должен в рамках закона. Все незаконные действия, они рассматриваются сейчас с высшестоящими инстанциями, прокуратурой. Безусловно, такие действия мы осуждаем. И впредь делаем все возможное, чтобы такого не допустить. Потому что таких приказов никто не отдает. Ну а сотрудники стадиона, поработав на славу, восстановили трибуны полностью. И на самой арене перед началом субботнего матча Спартак-Ротер, все было в порядке. Спартак-Ротер, все было в порядке. Спартак-Ротер, все было в порядке. Продолжение следует...